Добрый день! Ко мне приехало несколько новинок. Начнем их потихоньку рассматривать и начнем с зеркальной пирамидки. Компания Sengso выпустила первую серийную зеркальную пирамидку. Название у него Magic Tower написано на коробке, но при продаже было Mirror Tower, Mirror Pyraminx, ну что-то такое. Почему Magic Tower здесь? Ну потому что это на базе головоломки, который называется Magic Tower. Открываем, смотрим. Здесь инструкция сразу, причем полностью по-английски, ну с одной стороны, с другой стороны, по-китайски. И действительно, именно зеркальная пирамидка здесь не изображена. Mirror Magic Tower. На коробочке изображено строение. Сама пирамидка, все такое рельефное. Сама пирамидка в фотом-клопане и выглядит все это вот так. Для сравнения возьмем оригинальный Mirror Box от того же бренда, ранее назывался Sengshow. Можно сравнить цвета, качество. Напомню, что Mirror Box или Mirror Cube это такой же кубик 3х3, но в нем нужно ориентироваться не на цвета, а на форму элементов. Понятно, что пирамидка по тому же принципу будет работать, но только это Shape Mode не пирамидки обычный, а именно Magic Tower. Ну и по внешнему виду все понятно. Центры, ребра, уголки. В обычной пирамидке дополнительно вращается вот этот уголок и отсутствует центр. Давайте перемешаем и соберем. Сложности здесь быть не должно. Теряют форму, на свету появляются блики, немного слепят. Ну куда деваться. Выглядит симпатично. Зеркальная пирамидка. Помешаем еще немного. Вращается неплохо. Примерно как зеркальный кубик. Просто нужно аккуратно браться. Форма измененная. Доворачивать все. Допустим, перемешано. Будем собирать. Для примера давайте перемешаем еще и Magic Tower и все этапы на нем изобразим. А Magic Tower форм, конечно, не меняет. Кому не знакомо это название, также напомню, что был Corner Master Morphix недавно. Это то же самое. Из солидарности будем на головке того же бренда показывать. Так что начнем. Ну в красных уголков найдем три красных угла и повернем их на одну сторону. Готово. Первый этап. Здесь найдем три, наверное, самых крупных. На зеркальном кубике я обычно начинаю с самого толстого слоя, хоть это не обязательно. Давайте на пирамидке тоже так поступим. Вот у нас большой уголок. Вот этот поменьше. Наверное, вот эти или вот эти. Вот это, наверное, три больших уголка. Повернем их на одну край. Да, видим длинный, длинный, длинный. Вроде так. Три угла правильно ориентированы. Дальше. Здесь это углы красные, тут это самые толстенькие. А здесь между этих углов нужно поставить ребра. Ну вот у нас красно-зеленые. Сюда поставим интуитивно, как в пирамидке. Желто-красные. Поставим пиф-пафом. И остается у нас синий-красные. Тоже поставим. Так, первый слой готов. На центр внимания не обращаем. Здесь нужно, конечно, быть более внимательным. Видим здесь вот такое крупное ребро. Еще крупное. И какое-то еще вот крупное здесь стоит. Ну и начинаем примерять. Так, здесь это великовато. Попробуем в другое место. Здесь тоже. А если сюда? И здесь. Попробуем другой стороной. Много. Вот похоже на правду, но нет. Наверное, два от самых больших угла и туда самое большое ребро надо ставить. Да. Вот это ребро. Вот это. Тут, наверное, должно стоять. Ну, пиф-пафом поставим. Главное, еще в нужной ориентации это сделать. Так. И это не получилось. Ребро не подошло. С этой стороны подошло, а с этой нет. Значит, не оно. Да. И тут я заметил, что вот этот уголок-то, наверное, не подойдет. Какой-то еще. Вот. Надо ли так поставить? Видно, что уголки неправильные. Вот это короче. А значит, давайте перейдем на эту грань. Я либо в процессе ошибся, либо изначально. Ну да, здесь чуть посложнее ориентироваться. Вот так вроде ровно стоит. Пробуем теперь на эти места ставить ребра. Велико. Не той стороной. Тоже не то. А здесь похоже. Так. Первое ребро есть. А, ну это как раз не самое большое было. А самое большое, наверное, вот сюда нужно поставить. Примеряем. Да, здесь подходит. Продолжаем делать пив-паф. Так. Два ребра есть. Смотрим третье. Очень похоже, что она стоит уже на своем месте. Так как эти все маленькие. Ну, сделаем пив-паф, чтобы извлечь. И примеряем с этой стороны. Не та ориентация. Но с другой. Хорошо. Так. Первый слой готов. Опять же, на центр внимания не обращаем. Здесь может быть пять различных ситуаций. Смотрим, какая получилась. Все они из пирамидки. Сначала правильно располагаем уголок верхний. Дальше ситуацию определяем. Ребро, которое полностью не совпадает с ребрами. Ставим назад. Это правильный цвет, это неправильный. Ну, делаем пив-паф. И загоняем ребро. Так, этап обычной пирамидки собран. То же самое нужно сделать и здесь. Все пять ситуаций показывать не буду. Когда-нибудь сделаю подробное обучающее видео. Уголок, кстати, стоит уже правильно. Значит, смотрим на ребра. Здесь одна грань совпадает, другая нет. Предположим, что это совпадающая. Здесь одна совпадает, другая нет. Здесь обе не совпадают. То есть такая же ситуация, как на цветной головоломке. Располагаем это ребро сзади. Это ребро правильное. Здесь неправильное. С этой стороны начинаем делать пив-паф. Так. Вот ребро с нижнего слоя извлеклось. Устанавливаем. Ну, предположение оказалось правильным. Остается только переставить центры. Мы должны найти два центра, которые нужно поменять местами. Один перед собой, другой снизу. И сделать три пив-пафа. Вот эти два задних тоже поменяются местами. Три пив-пафа. Ну, и все собирается. Ну и здесь надо определить, какие центры местами поменять. Здесь вот самая высокая грань и нужен высокий центр. Либо этот, либо этот. Визуально вот этот кажется повыше. Но здесь слой потоньше. Так что это может быть обман зрения. Хотя вот этот, наверное, все-таки выше, чем этот. Я бы рискнул и вот этот поменял вот с этим. Тремя пив-пафами. Видимо, так. Один пив-паф. Второй. Третий. Да, предположение опять верное. Вращается неплохо. Смотрится отлично. Из недостатков можно увидеть вот эту щель. Если она вам на камере видна. Здесь вот расходится немножко. Если надавить, закрываются детали. Ну, наверное, исправимо. А так смотрится хорошо. Сложность невелика, но поинтереснее, чем обычный Magic Tower, который совсем элементарный. Как подарок, любителю головоломок вполне подойдет. И для коллекции тоже хорошо. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.